Добрый день, ребята. Давайте попередствуем. Меня зовут Иван Дарья. И сегодня я буду вести вас в уроку в сфере. Посадитесь. Так. В 13 веке произошло событие, которое полностью изменило всю картину мира и развитие всех государств. Для каких государств это было пагубное влияние, для каких это был позитивный фактор? Давайте попробовать видеть, какое же событие произошло в 13 веке, которое повлияло конкретно на развитие нашего государства. В 13 веке появилось политическое расстолбленность и ангольское нашествие. Абсолютно верно. Наши государства веки идёт политическая расстолбленность. А политическая расстолбленность подразумевает под собой что? Нету централизованного государства. Так? А раз не централизованного государства, значит Русь не может удержать обороноспособность всей страны. И во время монголо-татарского нашествия Русь не смогла удержать данную оборону, и все в ключе Бога страдала. Абсолютно верно. Итак, для начала давайте определимся, кто такие монголы и были ли в рядах татары, то есть в нашем современном понимании. Существует несколько гипотез, происхождение монголо-татарского нашествия. По сути, если досчитать, то в основную часть войск составляли монголы изначально, но потом завоеванные народы вступали в прибыль монгольского войска. Так? Теперь вопрос. Откуда же могло произойти название монголо-татарского нашествия? И татаров войску не было. Сначала все началось с того, что была такая личность как мужчин, который объединил, собрал большую войску монголу, его была озлобленность на плене татаров, которые истребили его семью, и это стало поводом мести. В итоге мужчин с монголами напал на татаров, и они истребили всех взрослых и даже подростков, но только очень маленьких детей они оставили себе, которые через некоторое время выросли и пополнили по войску. То есть, абсолютно верно. Монголы оставляли из племени татарок всех детей, которые головой находили до формулы теления. На основе этого они выросли новое поколение, которое абсолютно было верно нынешнему правительству монголу до того периода, и полностью составляло передовую часть монгольского убыска. Теперь давайте определим, что же такие монголы. Почему монголы на тот период составляли мощную боевую единицу? Почему они смогли покорить наше государство? В чем была их особенность? Итак, сейчас мы с вами посмотрим образ жизни монгол. Монголы везут с кочевой образ жизни. Основным источником богатства является скот. Основным источником богатства – это мясо, овечество, сыр, кумыс и т.д. То есть, как вы считаете, монголы – это кочевники, так? Какое преимущество кочевники имеют над осёдлыми населениями? Свободу передвижения. Свободу передвижения. Вооружение. В отличие от вооружения. Посмотрите, если ты являешься осёдлым человеком, то есть, идёшь осёдлым бы жить, то есть, у тебя есть дом, который стоит на земле, так? Свой огород – своя земля, так? Ау. Минус в том, что у монголов не было определенного места жительства, то есть, им им угрожало, что их там, например, дом разум. Давайте теперь ещё определим, из чего состояла жизнь, то есть, как выглядел дом монголы. Это была юрта, представляющая себя. Сверху – мочетная ткань. Дальше – брусь. Как она называется у нас? Шалшон – бул. Ус. И т.д. То есть, это переносный дом, который моментально мог разобраться и быстро собраться. Что это позволяло? Подалом некую мобильность именно монголы, так? Которые через это могли остановиться в своём месте, разбить лагерь и основать свою небольшую поселение. Так? Идём дальше. Так? Вам обратите внимание на презентацию. На экране выводится юрта богатого монгола. Его отличительной чертой – это богатство братства. То есть, огромное количество мета и утвари. Идём дальше. И так. Организация монголы. По главе родов монголы больших семей стояла в своём месте знатина. Найоны и богатуры. И, как уже рядом, керри – друженики. Далее. Резовые монголы именовались кара-чу – чёрные люди. Почему кара-чу? Если у пареницы, да, произвожение слова кара-чу – это именно тюркское. Тогда с тюркского произношения пара переводится чёрный, чу – это люди. То есть, можно сказать, что составом монголов являлись не только сами монголы, но и тюркизычные племена. Далее. Также были существовать зависимые люди – это боговы. А в обязанности карачьи богов хотели выпасть скота, изготовка каких-то атрибутов для знати. То есть, практически, это были слуги. Итак, струксоциальная структура монгольского государства. Изначально это было племя. Кто у нас находился составить племя? Хан. Так? Хану подчинялся всё целиком. Всё целиком племя. После шло на иконы богатуры. Это являлись знатные воины, которые из знатных семей, которые полностью поддерживали именно хану, и он опирался на их помощь. Далее идут нукеры – это воины. То есть, грубо говоря, средний класс. Далее идёт арабы – это рядовые воины. Идём дальше. Тимучи. Тимучи является предварительством небольшого племени. Его отца отравили, как нам сказали, татары. Название одного из племён. После этого он был озлоблен. Его предали свои соплеменники. Заставили его скитаться на территорию. И через какое-то промежутное время он смог собраться силами, заручиться поддержкой своих соратников и постановиться праведливым. То есть, наказать жёсткость своих предателей премиум татар, которые в дальнейшем составят передовую часть двух войсков. Он считал, что счастливее всех на земле тот, кто обгонит разбитых им неприятелей, грабит их добро, скачет на их коня, любуется слезами людей им близь. Вот, услышав это выражение, можно определить, какую тактику... Тактика насильственного завоевания, только экспансива. Далее. Тимучин – это предварительное и значательное время. Но историю мы знаем по другим именям. По каким же именям мы знаем Тимучин? Чингисхан. А кто знает, как переводить слово Чингисхан? Значение эстонное? Чингисхан. Чингисхан переводится с монгольского как Великий хан. Повелитель всех монгол. То есть, это высший тип. Чингисхан в марте 2026 г. состоялся в Пурухдай. Откройте тетради и запишите сегодняшнее число. Так, в Choice. Я вам покинам, господинашеский панарус. В марте 1926 года состоялся Курлтай, Курлтай – это съезд в ангольских знатах, где решаются значимые вопросы для развития ангольского государства. Почему из всех выдающихся, имеющихся на тот период вакладистских племен, анг, подняли Чиму Чина на Кошмей с Белого Бойлока и проглосили двух аганов? Почему именно его? Какими качествами должен был обладатель? То есть, он все центральные племена подчинил себе насильством, то есть, его боялись. Из-за его агрессивной политики, так? То есть, боялись, кто его мог не поддержать, мог за это поплатиться, так? То есть, он был сильным лидером, который мог держать в подчинении многие племена, так? И вот Тиму Чин принял новое имя, Чин Бисхан. Пишите это, пожалуйста. Писали? После приглашения Тиму Чина, правителя всех монголов, Великим Ханом, он основал свое государство, по которому назывался Икем Мангул Гугу, Великая Держава Монголов. Сразу после избрания Чин Бисхана, правительственных монголов, он приходит к этой реформе. Как вы думаете, в каком области происходили эти реформы? И вот там не хватало монголов. Если изначально у них было родопременное управление, структура государства, то что им нужно было организовать? Александр. Как ты считаешь, хорошо вооруженная армия? Хорошо вооруженная армия. Иван. Индисандович объединил все племена. Что ему было еще необходимо? Необходимо создать ту армию, у которого была бы железная дисциплина, хорошее вооружение, высокая комбинность, хорошие полководцы и хорошая вооруженность. Это как раз для укрепления военных консалов монгольской державы. Но для того, чтобы возникла держава, ему нужно привести свой закон, по которому четко регламентировалось управление государством. То есть такой вопрос. На что можно было разделить государство? Вот у нас, например, идет федеративное законоправление, когда государство разделено на области и республики. А монголов предметно следующее. Разделили государство, то есть общество, на десятки, сотни, тысячи и десять тысяч. И еще основной. Был создан свод закона ЕСА. Этот свод закона регламентировал следующее. Когда в войсках, если один из войск, допустим, десятка, побежит, ответственность несет кто? Марина, как ты считаешь, кто вам понесет ответственность? Весь десяток. Казниц будет возьмем весь десяток. Если побежит один из сотни, казнят всю сотню. Побежит один из тысячи, казнят всю тысячу. Если побежит один из десяти тысяч тумина, казнят всю десять тумин. Как вы считаете, это было эффективной мерой? Да. А что нам помогло? Чем? Возникал страх. В монгольской империи, подразумевалось, по словам десяток, это семья, практически род. То есть и во время мирной жизни, и во время военной жизни, представители, десятка, сотни, они были неразлучны. Не мог один конь перейти и сказать, я не хочу быть в вашем десятке, я пойду в вашу десятку, допустим. Он не мог это сделать. Из-за этого шел жесткая кара. Во мирной жизни и военной, они должны жить как одна целая семья. Идем дальше. Лежнее ледополименное деление сменилось в деление на военные единицы. Как раз, что вы говорили, которые ставят соратники. Запишите, пожалуйста, данную табличку. Десяток. Реформа Чингисхана. Был создан свой закон ясен. Далее. Войско делилось на десятки. Руководитель десятника, десятника был десятник. Далее. Следующая единица была сотня. Руководителем сотни являлся сотник. Следующая единица – это тысяча. Руководитель – тысячник. И десять тысяч – это тумень. Руководителем данные единицы – полутенник. «Записали». Каждая Монгольба не только на войне, но и в мирной жизни всегда привязана к своему десятку, и не мог перейти. Дальше, Монгольская армия. Основной причиной поражения русской рати, русского государства является выступление в качестве вооружения и военной организации. Давайте вспомним, из чего состояла русская рати? Дружина. Что составляло ядро русского войска? Екатерина. Основным ядром русского войска являлись пешие воины. Дружина сама состояла из курицы. Отличительной чертой Монгольского войска это было, чтобы войск было разделено в несколько частей. В основном это преобладали полные войска. Конные войска доминируют над приходами. Конница более манерная и быстрее. Монгольский конец могла тень проходить до 100 км. Через днисана развез свои бойства на легкую и тяжелую конницу. Легкая конница выружалась луками, саблями, доспехов не имела. Ее задачей была разведка, быстро обстрелять соперника и скрыться. В ближний бой редко когда они вступали. Следующий бой на тяжелую конницу. Имели два лука для стрельбы. Легким тяжелым стрелом саблю, меч и его боевой топор арка. Чаще всего, которые вступали, вступали именно от главы решающего копачного боя. Каждый бой имел трех лошадей, верховую и вьючную, запасную. Монгольские лошади могли проходить за день до 100 км. Что являлось как раз наберенностью и подвижностью. После того, как Тимучин был объявлен ханом всех монголов, он принялся к покорению ближайших народов. И свой взор он обратил на Северный Китай. Северный Китай, так же как и Русь, была раздрогана. Разделена на две провинции. Она на государство. Эти монголы воспользовались. Они покорили Китай и заимствовали технологию, технику управления государством, образованием и медициной. А что еще могли заимствовать монголы и китайцы? Абсолютно верно. При сражении и завоевании определенного народа войско терпит поражение. То есть теряет своих войн. Нужно восстановить баланс, так? То есть заставляли, нанимали вас именно войско, да? Собирались по карману провинции. А еще? Что у Китайцев? Чем они свалились? Осад на орудии. Осад на орудии были полностью зависит у Китайцев. Обратите внимание, это каменные машины, камнеметные башни. Все это было зависит у Китайцев. Это как рассказывается то, что монголы являлись именно бонусом, как говорится, перед другими соперниками. А организация монгольского войска, да? Это была конница, тяжелая конница и легкая. По строению фланг и центр. Обратите внимание, центр углублен немножко внутрь, фланги расположены по краю. Как вы думаете, для чего? Монголы принимались в тактику следующую. Они заманивали противника маневром отступления и в этот момент окружали противника из фланга. То есть такой обманный маневр. Боевое порядок монгольского войска. Сначала стояли сторожевые разъезды, то есть это было разведка. Потом авангард, передовой отряд. И главная сила. Левое крыло, правое крыло, центр и резерв. То есть, смотрите, соотношение численное. Именно вот. Как раз именно здесь. Какое благо вычрили всех на Земле? По заданному опору Ченигсана, на которое он ответил следующее. Так, вот эту табличку вам нужно будет дома заполнить. Это не сейчас. Обратите внимание, здесь сопротивление похода Кенигсана. Дата, в какой период это было совершено. Направление движения и последствия. То есть, в 1621 году восточная Азия, поколения Кипизы, Гурятки, Кутуку и Гуру. В 1621, в 1621 год это Гитай, 18-й Корея и Средняя Азия. То есть, это показывает то, что монголы постепенно расширяли свои планины, свою территорию. Итак, 31 мая 1623 года состоялась Бинтова. Откройте, пожалуйста, учебник по сравнению с 18485. Там у нас прибудется сообщать о битве на карте. Осмотритесь, пожалуйста, в программе. Ее-уберни с 1850. Откройте, 31 мая 1623 года продолжение сражениями на карте. А в первом топе отверстия, ударом, ощутили вас в билдии вложь монгольского войска. Это были полосцы. Полосцы были в первом смешечном сражении раздробленными. Далее Половельский правитель, Каган, обратился за помощью к русским, но изначально получил отказ. Как-нибудь, почему русские кинезья отказали по опыцам? Первые просьбы по помощи. Потому что по опыцам прославились в том, что его снижали на время на опыту, и поэтому сложились такие негативные отношения. Абсолютно верно. Русские кинезья надеялись, пускай чингисханны монголы расправятся с нашими врагами-половцами, а потом уж мы-то уж выстремим. Так они это считали. Но какой был результат, мы прекрасно с вами знаем. К 31 мая половцы снова обратились именно за помощью к русским кинезьям. Русские кинезья не отказали, и объединенное русско-половельское войско выступило на решающее сражение против монгольских частей. В первом речащем сражении, в 23-м году, 31 мая, авангард монгольских частей потерпел поражение. Русские кинезья, увлеченные тем, что победы, устремились на преследие монголы. Но результат был довольно печальный. Монголы, заманивая противника в свою территорию, окружили и полностью уничтожили. Некоторые дружины выходили, вышли из боя и просто наблюдали, как сражались другие кинезья. Как вы думаете, почему они так сделали? А кто-то даже не принял участие в сражении. Чем это можно объяснить? Это можно объяснить тем, что русских кинезей было на образе нажатия, и они могли прийти к единому выводу. Абсолютно верно. Управление, то есть войско фактически объединилось, да, большое военная организация. Но управление войском расточено в нескольких руках. Это можно назвать по примеру. Когда кулак в пальце жатый, кулак в себя. А когда он расслаблен, пальцы в разжатый, то же самое происходило с нашими государствами, с нашими кинезеями. Которые каждый вел свою политику. Кто-то устремился в атаках, кто-то уступил. То есть не было единого руководства. И это привело к катастрофическим последствиям. Но монголы изначально хотели даже избежать его правительства сражения, применяя хитрости. Они прослали гонцов к русских кинезям. И говорили, мы услышали, что ваша рать выступает в буря. Зачем вы сражаетесь за полцами? Они нанесли вам много ущерба, много вреда. Также они нанесли ущерб и вред нам. За это мы их бьем, и бить будем. Вставайте с нами, и бейте в тех, кто побежит в вашу сторону. То есть тем самым они хотели не себе развад в ряды русских дружин и половецких, тем самым отравить друг на друга. Но, к сожалению, это не получилось. И итог, довольно печенье. Русские войска было практически полностью уничтожено. И в этот период произошло одно событие. Когда князья, окруженные монголами, верят обещаниям, что они пощадят их, он и создаются. Монголы, как вы думаете, выполнили свое обещание за память дружин? Нет. Они устроили пир. Все князей связали. Разложили в той дороге. Уложили на них доски и устроили пир. Пир пировали знатные воины по открытию умирающих князей. И именно данные такие события внушали ужас людей перед монголами, зная, как они могут уступить. Так. Запишите тетрадь. Завоевание Руси. В 1937-1938 поход на Восточную Русу. В 1939-1940 год поход на Южную Русу. Еще одно событие, которое произошло в XIII веке, именно связанное с нашествием монголевских монголов на Русь. Сражение, когда передовой отряд монголов, то есть авангард, подвергся нападению отряда кошки Бугай. В этом сражении монголы потерпели сокрушительное поражение и вынуждены были отступить степень. Но после этого сражения поражение монголы не терпели. Спустя 14 лет войско монголы, возграбленное Батынием, снова направилось в Русь. Русские князья получили передышку, как в 14 лет. А не воспользуюсь этой передышкой? Алина, русские князья смогли воспользоваться передышкой в 14 лет? Да. Да, таким образом. Русские князья не смогли воспользоваться передышкой в 14 лет. Это было связано с тем, что Русь была раздроблена. Князья считали, пусть на него нападут, а я тоже свою землю поставил. То есть каждый сам за себя, не было единственного организатора государства, не было централизованного власти, где один человек мог объединить все армии и дать решающие сооружения. Это была главная ошибка. Урок битвы на реке Калпе не извлекли, никаких событий дальнейших, то есть объединения не произошло. С первым государственным княжеством, которое подверглось нападению монгольского войска, было Рязанское княжество. Рязанская крепость представляла из себя огромный защищенный город, из которого окружал 10-метровый рог, толстые дубовые бревна, из которых были сделаны стены. Практически город был неприступен. Монголы предлагали князю сдаться, говорят, что заплатим нам и можешь править, и признать наших владычественных событий. Но он отказался и сказал, когда у нас не будет, все наше станет и ваше. После разочаренного сопротивления резать палку. Существует легенда о Евпатии Калаврахе, которому отхарил князь на то, чтобы он собрал дружину и пришел на помощь. И когда Евпатия Калаврах явился к Рязани, то он обнаружил город, уничтоженный полностью. Женщины уедены в рабство, мужчины убиты. Город находился в уеде. А печальным данным событием он собрал дружину с 1700 человек, вступил в сражение с войском Батея и в геройский погиб. В честь геройского сражения рязанцев монголы запустили всех пленных, которые были захвачены в Рязани. После убийства, как в бою упал Евпатия Калаврахе, его голова была принесена Батыеву, и он был восхищен мужеством данного воина. Следующее княжество, которое встало на пути монголов, это было Владимир Сузовское княжество. Владимир Сузовское княжество, князь, вернее, являлся могущественным княжем того периода. Он обратился за помощью к киевскому князю, но, к сожалению, получил отказ. Практически все княжества остались один на один со своей бедой, своей проблемой. Владимир Сузовское княжество было захвачено в обороне. Кровопролитное сражение происходило, но выстоять защитить город не смогли. Обратите внимание, Владимир Сузовское княжество. Что вы можете сказать, обратите внимание на данную картину? Что мы видим на этом плане? Ну и еще вопрос. Почему монголы сверху сюда охватывали русские города? Что они поспособили, что помогало? Иван. Что было такое у монголок, у монгольского войска, что отсутствовало у русского войска? Они позаимствовали эту технологию у поколенного народа. Детали. Что это могло быть? Оссадное сооружение. Почему это? На рисунке, пока я себе съел нить, оссадные башни. Да это также не катапульты, тараны. Все это способствовало и давало им значительное правосудовательство над русским войсом. Благодаря именно этим технологиям, они с легкостью захватывали один город за другим. Дальше, монгольский войск продвигает Парис, северо-восточной Руси. Винтон на реке Сити, 4 марта 1238 года. Русское войско снова собирается, черенгейский князь, дать сражение на реке Сити, 4 марта 1238 года. Объединив собрав дружин, собрав войско. Он выступает. Но как вы считаете, эффективно ли было это сражение, или что его подождать и собрать более сильные армии? Нужно было собрать более сильные армии. Нужно было собрать более сильные армии. Чернигейское князь, захватили Киев, захватили город Москва, который был уничтожен. На тот период это был не город, а небольшая крепость, которая была уничтожена полностью. Далее монголы продвигались дальше. Они не дошли буквально от 100 верст до Молкорода. Почему монголы были нашли, да, в Молкоро? Что я вам пришел? У него в том времени довольно слабые, поэтому решили его. Молодой бене завевательную политику. А раз мы идем в боевые действия. Просто за 1 месяца непрерывное сражение в последнее время все, что его поиска слабло. И он успел значительно больших поражений, поэтому решил развернуть. У них еще было то, что вокруг города находится природа, как болот, льбы. И они в состоянии того, что она, как я сказала, за 3 месяца потеряли огромное количество своих воинов, они боялись, что еще потеряли за природу. Абсолютно верно. А в планы Батыри находилась следующая. Не только Бакарисью Русь, но также направился взор на западную Европу. Именно поэтому он изначально развернулся. Это одна из причин. Другая причина то, что на Утая произошел бунт, который потребовал присутствия лично Баку, его войска. По этой причине он развернулся. Но следующая причина, это же так и является весенней Распутица. Которая заставляла именно медленно передвигаться войска. И нужно было уйти в степь для зимы. Это было одно исключение. И сам Монгород не подвергся именно нападению монгольского войска. Является сохраняя свою экономическую независимость и свою военницу. В следующем по пути от возвращения от Хномгорода монголы встретились на пути в город Газельск. Небольшой город оборонялся 49 дней. Но был полностью уничтожен монголами на основном городе. Монголы считают, что возьмут их с легкостью. Но героические обороны местных жителей развивают планы. Пуг и праздник. Следующее. Завоевание происходит в 10-й период. Слава Южного Чернигов. 6-го декабря. Палки. Плечеем поражения русского войска является политическая разобществе Руси. Отсутствие единого центра управления войсками. И великолепная организация монгольского войска. Итак, возвращаемся к вопросу. В чем отличие было русской и коральцем от монгольской? В монгольском войске преобладало больше полного войска, полных воинов. У них была хорошо подставленная разведка. Также преобладало много опытных полководцев. И были позаимствованы технологии, тактики у завоеванных территорий. Абсолютно верно. Монголы? А также из-за разной дисциплины, что позволяло войску, где были собраны в наших странах. И сама единенность монгольского войска, в отличие от русского, позволяла иметь более выручную позицию. Абсолютно верно. Монголы были не только прекрасно выражены и подготовлены, но также у них был бесценный опыт в ведении боевых действий. Они прошли через... Закворевали Китай, покорили племена Киргиза, Бурятов. Прошлись по Азии, покорили Иран. То есть у них был богатый боевых опыт, с которым они именно пришли на Русь. И смогли покорить и завоевать. Но еще, что тоже отличало Монголы? Это железная дисциплина и кто был у них. Раз мы завоевали множество народов, у нас есть что в запасе? Какой ресурс? Войны. Абсолютно верно. Раз мы покоряем какой-то государство, мы можем постоянно нанимать войну. Основной политикой монгольского государства было ведение повинностей, то есть дань крови. То есть каждые завоеванные народы должны предоставить в войске Монголы определенное количество людей, то есть войну, для дальнейших их походов. Но еще одной причиной победы Монголы над русским войском было следующее. Знатные полководцы никогда не уступали в бой монгольский. В отличие от наших, князья всегда уступали в бой. Вели орать в атаку, дружина. Но монголы в боях знак никогда не участвовали. То есть тем самым они что смогли сделать? Сохраниться. Сохраниться. Мы в боях не потанцируем, так? То есть ресурс богового заслужения, сохраниться. Итак, что мы сегодня могли узнать? Были ли возможности у Руси противостоять на возрастном государстве завоевании? Если бы Русь не была раздробленной, то какие-то шансы, может быть, и были, но в данном случае шансов никаких не было. Так как это не все были по отдельности, а по отдельности противостоять монгольскому войску практически не нужны. Абсолютно верно. Еще из-за раздробностей для Невероевского государства не было рецентра, да? Которые могут сплочить для борьбы. А теперь, если мне просто один вопрос. Могусь нашествие на Руси являться позитивным фактором в какой-то степени, или же полностью негативным фактором? Негативным. Негативным. Культура и экономическое развитие в России упало. И также политическое отношение с развитыми странами, какими-то, 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 с Русью полностью... Почти полностью. Потерянным. Но есть в этом черте монгольско-завимание и позитивный характер. То есть это способствует дальнейшему объединению и развитию государства. То есть централизации и объединения древней русских земель вокруг определенного центра. Так? И каковы же были последствия монгольского нашествия на Руси? Александр. Абхаз? Упад экономики и культуры. Ещё. Люческие потери, да? Абхаз. Экономические потери. Так. Так, что ещё монголы делали? Когда завоёвывали или покоряли народа, они уводили ремесленников в свои земли, да? Тем самым приводя в уклады культуры и наследия определённого государства. Так? Откроете дневники. Надо запишите. Девенадцатый парамет учебника. Продолжение следует...